Сегодня были слышны их работы, не так шумно, как в предыдущие дни. Но как видите результат, как правило, стул в дверь и тишина. Люди там есть, всем приятно. Самовольная реконструкция за этой дверью продолжается вопреки всем предписаниям и здравому смыслу. Жалуются жители дома по адресу Софиевская, 15. Люди рассказывают, что работы по возведению мансарды признаны незаконными. Однако это не помогает реально остановить работы. Службы все ссылаются на то, что документов, которые должны были представлены, их нет. Это говорят все абсолютно службы, городские и областные. Значит, сейчас будет судебное решение, я думаю, что будет инициировать прокуратура. Строительство мансарды приводит к разрушению исторического здания, уверяют жители дома. С каждым днем ситуация становится только хуже. А совсем недавно сетует Павел Колдаев, он обнаружил в своей комнате новую трещину. Павел Колдаев, у меня даже в комнате по стене уже пошли трещины. Если вот еще несколько месяцев назад, когда они начинали так активные деятельности, у меня уже была от их деятельности одна трещина. Я уже к ним тогда ходил, хотел контакт какой-то наладить, чтобы телефон оставлял и так далее. Это никак не сработало. А сейчас уже они последние несколько недель начинали активный ремонт, еще более активный. И получается уже трещина не одна. Квартира, в которой ведется реконструкция, располагается во флигеле на третьем этаже и примыкает к основному зданию. Дополнительная нагрузка при строительстве ложится на одну из стен. В один момент она может развалиться, считает Светлана Колдаева. Технически нужно было построить еще одну стену на дополнительном фундаменте, чтобы они между собой, был технический зазор, и они между собой могли как-то нормально дружить. И одна от другой немножко вот так они двигаются в ходе их нагрузки. Это сделано не было. Контактировать с жильцами дома строители категорически отказываются. Более того, бригады достаточно часто меняются, говорит соседка. Я разговаривала иногда, вот я вылавливала строителя какого-то, и с ним пытались поговорить, потому что они вот тут всегда были у нас во дворе. Мне сказали очень четко, это хостел будет. А ведь хостел запрещен в 2019 года нормами ДБН. 2019 года написано, хостелы в жилых домах запрещены. Значит, какой же это может быть хостел? Это хостел просто мы не допустим. Здание по адресу Софиевская 15, известное как доходный дом Скоржинского, памятник архитектуры. Недавно его огородили забором. Жители долгое время добивались реставрации. И когда сделаны важнейшие шаги для спасения этого здания, возникла еще одна проблема. Одесситы надеются, что ее все же удастся решить. И памятник архитектуры в центре города будет восстановлен.